Библейский портал экзегет.ру представляет «Зверь, абсолютно никому не подвластный, не подконтрольный, только Господь может с ним справиться». И так вот, вывод логично сделался, однажды справится, а пока просто приходится признать, что в мире Иов есть силы тебе не подвластные. И в 42-й Иов отвечает. «Так ответил Господу Иов. Я знаю, все в твоей власти. Нет для тебя невозможного, чтобы ты не замыслил. Кто я такой, чтобы порочить твой замысел, ничего не зная? Говорил я о том, чего не понимаю, о чудесах, непостижимых для меня». Ну, в принципе, здесь Иов принимает точку зрения своих друзей и любви. Вот если бы на этом заканчивалось, все было бы понятно. Он сказал, да, я ничтожен, в мире все устроено сложно. Ты, Господи, это знаешь. Ну, это обычный ответ верующего человека. В принципе, правильный ответ. Но дальше Иов продолжает. «Так выслушай, что я скажу. Я спрошу, а ты мне ответь». Он повторяет обращенные к нему слова Господа. Он хочет продолжать разговор, но с этих позиций. Вот у меня такое ощущение, что здесь начинается нечто, выходящее за пределы книги Иова. «О тебе я прежде лишь слышал, а теперь своими глазами видел, поэтому я от всего отрекаюсь и раскаиваюсь средь праха и пепла». Но диалог продолжается. Иову есть что сказать Богу. Он будет говорить уже не то, что он говорил раньше, но ему есть что сказать. «Очень важная вещь». Вот Иов жил перед Богом и делал все правильно и хорошо. Потом с ним случились страшные бедствия. И ответа, почему они с ним случились, нет. И Бог его не дает. За что наказан Иов? Да ни за что. Но в жизни Иова что-то изменилось. И можно задать вопрос, ни за что страдание, а зачем страдание? За тем, чтобы встретить Бога. За тем, чтобы войти с ним в общение. Ответом Иову стала не формулировка. Зло вот выводится из такого количества греха, страданий и так далее. Вот такое количество наказания, вот такое количество зла. Нет. Формулировки не существует такой. Формулы какого-то определения, какого-то ясного баланса весов, где на одной чаше грех, на другой страдание. И вот они уравновешены. Существует встреча с Богом. Иов был праведником перед Богом, но с Богом не говорил. После этого страдания Иов с Богом говорит, вот как со своим приятелем. И хочет продолжать этот разговор. Он ему важен. Вот и смысл страдания. Мы часто думаем, за что, за что, за что. Иов получает ответ на другой вопрос. Для чего? И заодно много объяснений о том, что вот Левиафан, о котором мы читали в прошлой главе, есть некая сила и бегемот до этого упомянутый, который не очень похож на бегемота из нашего зоопарка или там из нильских каких-то проток в Египте. Вот это все некие силы, с которыми не может справиться человек. Это что-то такое могучее, древнее, настоящее и непреодолимое. Назовем ли это злом, назовем ли это силами хаоса или там сатаной или как-то еще. Это будут всего лишь слова. Но человек очень многого не понимает в этом мире и очень многое не может исправить. Но он может войти в общение с Богом. Вот, в общем-то, итог этого диалога. Ну, а что же, наши друзья. Интересно, что Иллегу как появился, так и пропал. Мы говорили о том, что это, судя по всему, некоторая такая вот комментаторская вставка. Не лишняя, очень важная и нужная, но вставка. А вот с друзьями Иова Господь тоже как-то завершает этот разговор. Закончим говорить с Иовом, Господь обратился к Калифазу и Стеймана. Я разгневан на тебя и на твоих двоих друзей за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Они говорили правильные вещи, но не так верно. Не то, чтобы Иов был во всем прав, но они еще менее правы, чем он. Почему они же говорили все хорошо? А потому, что они говорили абстрактные вещи о Боге. А Иов общался с Богом, взывал к Нему, пусть грубо, резко, дерзко, на грани богохульства, но с Богом напрямую. А эти умные речи о Боге. А потому возьмите семь быков и семь баранов. Это огромная жертва. Обычно приносится одно животное. И ступайте к рабу моему Иову. Вы принесете их в жертву всесожжения за себя самих, а раб мой Иов помолится о вас. То есть он уже говорит с Богом. Он уже с ним свободно общается. А вы исполняете ритуалы. Вам нужны ритуалы. Для Иова уже нет в них нужды. Он уже говорит напрямую. Только его заступничество я приму, не покарая вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. А заодно вот эта прекрасная идея молитвы за другого. А Иов, в общем-то, тот человек, который выслушал много несправедливого от своих друзей. И если Иов за них помолится, уж, конечно, Господь их за это простит. Тогда Элифаса, Стеимана, Белдады, Шууха и Цуфара, Знамы пошли и сделали так, как повелел Господь. И Господь принял молитву Иова. Вот, друзья, хотели, чтобы у них все было правильно, они принесли жертву, у них все и дальше будет правильно. А Иов общается с Богом. Что лучше? Каждому свое. И когда Иов помолился за друзей, Господь вернул ему благополучие. То есть, интересно, что восстановление всего в жизни Иова происходит только после его примирения с друзьями перед Богом. Вот еще это надо было закрыть. Еще этот их конфликт. Господь дал Иову вдвое больше, чем было у него прежде. Собрались к нему все его братья и сестры, все былые друзья. Пировали они в его доме, жалели его, утешали. После всех тех бед, посланных ему Господом, каждый дарил Иову по кисите, каждый по золотой серге. Киси – это некая мера денег, мы не знаем, сколько это. Ну, наверное, для подарка достаточно. В книге Бытия упомянут участок в стойке сит. То есть, ну, сто этих самых мер вполне покупают большой земельный участок. Все хорошо. Господь благословил оставшиеся годы жизни Иову больше, чем прежние. Теперь у него было 14 тысяч козо-овец, 6 тысяч верблюдов, тысячи порвалов и тысячи аслиц. Вот у него вначале тоже было много скота, но здесь еще больше. Водилось у него семь сыновей и три дочери. Опять-таки, это уже было. Одно он назвал Голубка, другое – цветок корицы, а третье – сияние ресницы. Красивые имена. Подчеркивается вновь, что, как и в начале книги, что девушки – это не такое дополнение к парням, но они самостоятельные люди, ценные очень. По всей земле не сыскать было таких красавиц, как дочери Иова. Отец дал им наследство наравне с братьями. А что же умершие дети, хотим мы спросить? Вот ничего книга об этом не говорит, но это история Иова, а история его детей – это отдельная история. Важно, чтобы все вернулось. Но теперь Иов говорит с Богом. «Восле этого Иов прожил еще 140 лет, увидев своих детей и их детей до четвертого поколения. И умер Иов старцем, насытившись жизнью». Такой стандартный, казалось бы, финал, который ничего особенного нам и о вине говорит. Почему бы не продолжить вот этот мучительный, напряженный, а теперь уже, наверное, светлый, вольный разговор Иова с Богом, а потому что вот не входит он в эту книгу, потому что мы не понимаем, как это происходит. Это что-то загадочное, высокое, великое. Вот так в явлении Бога Моисея на горе Синай, когда он даровал закон, говорится о том, как очень долго и подробно, как они выходили из Египта, как шли, как Господь там совершал всякие чудеса, как Моисей поднялся на гору, вошел в тот мрак, где был Господь, а дальше тишина, дальше 40 дней он общается с Богом, а Библия об этом не говорит ни слова, кроме того, что это было. Потому что дальше начинается какая-то мистическая глубина, которую, в общем, нам простыми словами не выразить и, наверное, нам не понять, если мы только сами чего-то подобного не переживем. Вот книга Иова замирает на пороке этого мрака на горе, в котором Бог, где Иов продолжает это общение с Богом, ну а на земном плане, да, вот мы хотим понять, что произошло, и книга нам это говорит. Но на самом деле за книгой Иова дальше только Новый Завет, потому что ответ о том, как уравновесить страдания и божественное милосердие, в общем, в рамках Ветхого Завета получить невозможно. Новый Завет, история евангельская, об этом нам расскажут, но это уже другая история. А пока что книга Иова, которая замирает на пороге Нового Завета, которая доводит Ветхий Завет до этого порога, оставляет его там, чтобы дальше Новый Завет взял нас за руку и провел в какое-то новое пространство, новой священной истории. Субтитры создавал DimaTorzok